Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Наступает сезон виноделия и сегодня мы с вами разговариваем о том, как дробить виноград, какие способы существуют и как они сказываются на качестве вина в дальнейшем. Итак, как дробить виноград? А вообще, прежде чем задать этот вопрос, давайте с вами обсудим. А всегда ли нужно его дробить? Так вот, я вам скажу, что не всегда. Есть определенные технологии, есть так называемая карбоническая мацерация, полукарбоническая мацерация, когда виноград сбраживается целыми ягодами. И второй вариант, когда мы делаем белое вино, одна из технологий, даже это больше для шампанских вин, для шампанских вин по классической технологии, подразумевает прессование винограда целыми гроздями. Я потом сделаю ролик отдельно про прессование и расскажу вам, что на самом деле такой способ в домашних условиях гораздо удобнее. Ну, подробностей здесь не будем останавливаться, поговорим об этом отдельно. То есть, дробление винограда нужно не всегда. Но в большинстве случаев все-таки мы применяем технологию, когда ягодку надо раздавить. И какие здесь у нас есть способы? Первый, это, конечно, специальное оборудование. Есть просто дробилки, есть дробилки с гребнеотделителем. Это замечательные, шикарные вещи, которые, конечно, очень хорошо было бы иметь, но в этом есть определенные сложности. И, во-первых, ее надо где-то разместить, да, все-таки она занимает определенное место. То есть, должно быть и место хранения для этого оборудования. А второе, все-таки цена. Эти вещи стоят денег, и если у нас, например, ведро винограда, то, конечно, ну, ради этого заводить дробилку, может быть, и не имеет смысла. Когда мы работаем с определенными объемами, то, да, смысл в этом определенный есть, и даже такой достаточно серьезный. Второй способ, который часто вот используют именно в домашнем виноделии, и даже многие активно пропагандируют, это венчик, настроительный миксер, взбил, и все хорошо. Мы потом поговорим о минусах этого способа, да, он очень быстрый, но далеко не самый лучший, и я бы даже сказала самый худший. И дробление ногами, да, этот способ, скажем так, известен. И из древле, да, и все помнят фильм с Адрианой Челентано, хотя он там больше, скажем так, в качестве пресса выступал. Ну, вот с этого способа как бы и начнем обсуждение. Года два назад я как раз-таки показала ролик, где я виноград давила ногами. И был шквал комментариев. Какой ужас, как же так можно, фу-фу-фу. Там же на ногах грибок. Так, вот честно вам скажу, действительно, какой ужас, что в 21 веке у людей еще возникают проблемы с гигиеной. Слушайте, ну если на ногах грибок, во-первых, он далеко не у всех, да, во-вторых, его можно вылечить. Есть куча средств абсолютно доступных для этого. Но если не можете справиться сами, ну в конце концов, есть для этого специальный врач, который занимается конкретно этой проблемой. Дальше, опять же, у нас 21 век. Косметические процедуры доступны, и пятикюр сейчас делают везде. Просто везде. Более того, сделать его дома тоже не проблема. В открытой продаже существует масса средств, которые позволяют, ну, даже довольно запущенные ноги, например, пятки, привести, ну, практически до состояния попки младенца. Ну, да, немножко надо этим поработать. Ну, слушайте, я не вижу в этом проблемы. Ну и помыть ноги, конечно же, тоже несложно. Мыло есть, вода есть. Руки-то мы моем, да, и руками потом кушаем, да, берем хлебушек, там, еще что-то, и все нормально, ни у кого-то не вызывает какого-то отвращения, да. Мы руками готовим еду, при этом руками мы беремся за дверные ручки, там, и, ну, не буду продолжать с ним, да. То есть я лично проблемы в этом не вижу. И более того, вам скажу, что если мы дали виноград босыми ногами, еще в винограде много кислот фруктовых, да. И многие слышат, что в косметических средствах используются часто фруктовые кислоты. То вот эти кислоты, вот те самые грибки, они убивают. Так что даже если в случае, там, наличия какого-то грибка, в вине он точно туда не попадет. Но если мы еще перед этим пошаровали наши пяточки, да, и помыли нормально ноги, то я вообще проблемы никакой не вижу. Ну, а для романтика скажу, что вот это неприятно и неромантично. Холодно. Даже если на улице стоит жаркая, теплая погода, то все равно вот там, в виноградном сусли, когда мы его давим, там достаточно холодно. И это вот честно, ни капельки неприятно. Но это быстро, это удобно. Конечно, можно маленький объем давить руками, но объем побольше. Например, даже вот мне, например, ведро винограда подавить руками достаточно сложно. Ну, все-таки надо приложить определенные усилия. У меня руки очень слабые. Ногами все гораздо проще. Ну, да, надо их помыть, конечно же. И желательно, чтобы была теплая погода, потому что иначе неприятно. Как вариант, да, можно использовать, например, новые резиновые сапоги. В принципе, их легко и дезинфицировать. Там и мыльным раствором помыть, и серным раствором можно ополоснуть. Ну, почему нет? В принципе, тоже вариант неплохой. Даже, знаете, некоторые винодельни промышленные, они тоже используют вот этот способ давления ногами. Причем в больших чанах, не в маленьких, там каких-то ведерков, в больших чанах туда залазит человек вообще в водолазном костюме. Вот в таком гидрокостюме. И все это давит. Ну, тут, пожалуйста, как бы каждый может использовать те средства, которые ему удобны. Теперь поговорим, почему вообще дробление на что-то влияет. От того, как ягода будет раздавлена, зависит в дальнейшем качество сусла. Если это бережное раздавливание, то есть вообще вот это самое дробление ногами, оно является именно самым бережным. Меньше мякоти, меньше потом вот мути в сусле. И более того, происходит меньше процесса окисления. Ну, конечно, если мы берем первый вариант, дробилку, да, все-таки это профессиональное оборудование, там люди думали над тем, как это должно быть, там будет все нормально. Ну, вот касательно вот этого миксера строительного, это очень плохой способ. Потому что как раз-таки все взбивается, активно насыщается кислородом, соответственно, активно идут процессы окисления, очень сильно вот рвутся эти шкурки мякоти, и потом мы можем иметь проблемы с осветлением таких сусел, но они хуже по качеству, там больше мути. Что касается косточек, вот часто, такой бы тут мнение, что ой, там будут разбиваться косточки. Я вам скажу, что нет. Косточку разбить, это надо еще, ну, очень постараться. Тоже несколько лет назад мы делали сок и пробовали ягоду прессовать, она прессовалась плохо, и решили ее раздробить. И я дробила, ну, обычным погружным блендером. Те, кто им пользуется, знают, там достаточно острый нож. Не сравнить со строителем миксером. Там нож острый, так вот, он не дробит косточку, она просто отскакивает, и все остается целым. Но этот способ плох, потому что насыщение кислородом и много мути. То есть в случае, если у нас нет специального оборудования, то самый лучший способ – это руки либо ноги. Ну, повторю, что руки сложно может быть, особенно у кого руки слабые. С ногами все гораздо удобнее, потому что все-таки у нас есть вес, да, и потоптать это все гораздо проще. Но уже топтать голыми ногами, либо использовать сапоги, ну, это уже каждый решает сам. Но проблем с гигиеной тут абсолютно никаких нет. Ну, конечно, если вы хотите использовать какие-то, ну, импровизированные, скажем так, средства, механизации, да, какие-то дробилки делать сами, то на что обратите внимание? На то, как вы потом это будете очищать. Потому что, смотрите, резиновые сапоги помыть легко и быстро. Ну, может быть, там, если рехлёная подошва, где-то шкурки забьются, это, конечно, всё обязательно надо вымывать. Ну, щёточку взяли. Не вижу проблемы, да. А с ногами то же самое. Помыть ноги в 21 веке тоже проблемы не вижу. А вот если вы делаете там какие-то части, допустим, деревянные, да, вращающиеся, то думайте, как это мыть. Потому что, то есть, чем больше шероховатые поверхности, чем они какие-то там заострённые, шиповатые и так далее, тем больше там будет скапливаться микроорганизмов. И микроорганизмов плохих, те же уксусные бактерии, вот там им очень замечательно жить. И поэтому, допустим, первое сусло в сезоне, ну, понятно, оборудование долго стояло, вы его помыли, всё хорошо, оно пройдёт нормально. А потом вот эти, если мы чуть не домыли, да, всё это остаётся. И, соответственно, следующее сусло, оно будет заражаться этими микроорганизмами. Поэтому просто имейте это в виду. Если вы что-то вот такое хотите сымпровизировать, конечно, можно пробовать, почему нет, если это облегчит вам жизнь. Но просто подумайте о том, как это будет мыться. То есть мыться оно должно максимально легко и максимально легко очищаться. То есть помните, от того, как мы дробим, всё-таки зависит и то качество, которое мы получим на выходе. И ещё такой момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание, просто исходя из опыта. Если вы хотите сделать вино по-белому, подробить ягоду и потом отжать на прессе, я вам советую лучше так не делать. Лучше прессуйте ягоду прямо с гроздями. Так вам прессовать будет легче. Я сделаю отдельный ролик по прессованию, где расскажу все эти нюансы. А уже если всё-таки технология, которую вы хотите использовать, подразумевает какую-то холодную церацию, тут уже отдельно будем про него разговаривать. Я так надеюсь, что мне хватит на это времени. То в таком случае, конечно, лучше всего использовать какие-то ферменты, потому что такие вот подробленные ягоды, свежие подробленные, которые ещё не начало бродить, вот отделить от неё сок будет достаточно сложно. Надеюсь, видео было вам полезно. Удачного нам всем винодельческого сезона. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку «Щень», я вам оставляю ссылку на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!